Когда я анонсировала трансляцию, я обещала вам поделиться сайтами для изучения лексики, но абсолютно об этом забыла. И дабы вас не обманывать, я записала это видео. Давайте рассмотрим 4 сайта, на которых вы можете изучать лексику. Итак, первый сайт называется FreeRise. Здесь у нас есть разные игры по всяким разнообразным темам. Например, можно выбрать уровень сложности. Мы тут выбираем, давайте возьмем самый-самый сложный, например. Дальше вы можете выбрать категорию. Давайте возьмем, допустим, флаги. Этот флаг какой страны, но не отвечаем. То есть Indicator, чек, неправильно, Конго. Дальше, что тут есть, давайте еще посмотрим. Какие еще категории есть? English vocabulary, да? Мы прям открываем, и нас спрашивают, что значит слово job. И мы выбираем. Ту-ту-ту, task. Чек нас проверяет, да, совершенно правильно. Что значит слово print, да? Что значит слово print. Мы выбираем. И так далее. То есть здесь скорее на проверку. Вы можете посмотреть, насколько широк ваш словарный запас. И, может быть, найти какие-то новые для себя слова. Следующий сайт, он довольно-таки интересный. Здесь что нужно сделать? Здесь мы вводим слово, которое в данный момент изучаем. Ну, давайте возьмем слово. Ну, the slot purpose. И сайт там генерирует вот такую вот паутинку. Здесь разные кружочки у нас разного цвета. И вот здесь вот есть расшифровки вот этих вот цветов. То есть это те самые collocations, может быть, слова, образованные от этого слова. И так далее. То есть такая схемка, которая вам поможет взглянуть на purpose с другой стороны. Например, слово purpose, мы можем сказать purposeless. Или мы можем сказать intention of purpose, да? То есть вот это вот все можно вот так вот, видите, даже сдвигать. Не знаю, правда, зачем это надо, но тем не менее. Очень удобная схемка для того, чтобы изучить слово со всех сторон. И так, поехали дальше. Следующий сайт. Называется он My English Teacher. Тут на самом деле у нас не только вокабилалы есть, но и другие различные категории, да? Но что здесь есть? Здесь есть такие короткие статейки именно по словам. То есть вот сейчас мы откроем. Вот, допустим, эта статья будет посвящена у нас идеологу. И мы читаем. Здесь обычно идет картинка какая-то. Сейчас. Нет, тут у нас нету картинки, но есть видео. Вот оно, видите, давайте посмотрим коротенькое видео. Где-то будет картинка. Ну, в общем, она вам объясняет эту идиому. Внизу можно посмотреть более подробно, да? Можно прочитать. И здесь есть еще дополнительные идиомы. Очень интересный сайт. Также здесь есть инфографики. Они, если не ошибаюсь, тоже у нас связаны с лексикой. Давайте сейчас посмотрим. У меня маленько медленный интернет дома, но тем не менее. Так, давайте посмотрим на инфографики. Допустим, вот определение слова regret. Посмотрим, что нам здесь покажут. Ну, инфографика это вот такие вот карточки, да? Что это такое? И нам вот объясняют и дают пример. То есть, если вам нужны готовые карточки, вы можете спокойно вот так сделать все, сохранить изображение карт и распечатать себе не нужно. Самому ничего не называется. Следующий сайт называется он Memorize. Здесь есть у нас различные курсы. Причем не только по английскому языку, но и по другим языкам тоже. Но нас сейчас интересует английский. Вот так выбираем English. И здесь у нас куча-куча курсов. Ну, например, давайте взомнадванс. Я уже маленечко его посмотрела, этот курс. Здесь, когда вы первый раз заходите, у вас есть кнопочка записаться на курсе или что-то подобное. Вы туда записываете и начинаете учить. Нажимаем кнопочку на. Давайте посмотрим, что нам здесь предлагается. Итак, вот у нас слова, которые здесь есть. Мы нажимаем изучить эти слова. Вот, нам произносят, дают определение. И если мы хотим выучить это слово, мы нажимаем help me remember this. Вот, тут нам еще картиночку показывают. Можно подстать. Это дальше что-то пошло, да? Следующее слово. То есть есть такие своеобразные карточки? Это наш. Карточки, которые вам помогут изучить новые слова. Это полезно в случае, если вы не хотите их искать сами. Собственно, вот они все четыре сайта, которыми я хотела поделиться. Пользуйтесь. А если возникают какие-то вопросы, пишите в дыре.